Привет, дорогой! Сегодня мы с тобой разберем одну очень интересную историю. Это напиток, который по факту относится к вину, но не спешу плеваться. Это напиток, который один из самых известных в мире, один из самых популярных, очень охрененно недооцененный у нас в России. И здесь даже для разнообразия я сегодня буду рассказывать не истории из своей жизни, а расскажу историю из вот этого напитка. Итак, встречаем. Мадера с острова Мадейра. И здесь даже прежде чем открывать напиток, мне хочется рассказать историю, как эта вообще штука появилась, в чем ее прикол. Ведь данный напиток, он появился благодаря белым колонизаторам, куда без них, и в результате, как обычно, исторического курьеза. Да, очень многие изобретения и какие-нибудь прекрасные напитки возникают в результате курьеза. Например, как с коньяком произошло, и непосредственно, как произошло с Мадейры, с острова Мадейра. Хотя правильно, здесь то же самое написано Мадейра. Сразу зависим, что это начальный, стартовый уровень знакомства с этим напитком. И с него я бы даже рекомендовал начинать. И у нас непосредственно... Кассард Гордон, Гуд Компани, Фул Рич, Мадейра. Все очень много написано. На самом деле, важно только одно написание. Мадейра. С чего все началось? Остров Мадейра был колонизирован португальскими, ключевое слово, португальскими мореходами, там, то ли в 1419, то ли в 1420 году. Тут хрен поймешь, да и какая хрен разница. И называется этот остров, в переводе Мадейра это значит дерево или дрова. Маленький спойлер, про дрова мы еще поговорим. Такое пророческое название. Соответственно, остров был залесенный, поэтому, собственно, и назвали Мадейра. И что сделали белые прекрасные колонизаторы? Правильно, они вырубили к херам весь лес и засадили сахарным тростником и каким-то там сортом винограда, который они приперли, по-моему, с острова Крита. Хрен бы с ним, как назывался тот сорт винограда. Сам факт в том, что на острове были виноградники, из которого местные жители делали вино. Потому что они португальцы. Кстати, остров Мадейра до сих пор принадлежит Португалии. Но прикол в том, что он располагается вот тут. О, смотри, видишь, это уже Африка на самом деле. Он к Португалии очень далек. Он ближе к именно Африке. Соответственно, там, а, тепло, и, б, там влажно. Потому что они находятся в среде океана. И, видимо, тот сорт винограда, который они приперли с Греции, он, по ходу дела, и был высажен там. Потому что условия достаточно такие спорные для винограда. И все там было хорошо, все замечательно. Делали венчишко. Венчишко было говнишко. Ну, вот так себе. Кислое и не шибко вкусное. Но происходит следующая ситуация. Где-то в районе 16 века этот остров становится перевалочным пунктом. Корабли из Европы отправляются. или Новый Свет, то бишь в Америку, или в Индию. Они останавливались там, затаривались водой. Наверное, какими-то свежими продуктами. Хера узнает. И самое главное, они затаривались вином. Внимание, вопрос. Зачем мореходы затаривались и водой, и вином? Кто знает ответ, welcome в комментарии. С удовольствием почитаю. У меня теория есть, но вдруг какие-то будут еще альтернативные решения. Или, может быть, просто будет правильный ответ. У меня есть еще одно предположение, что из-за того, что венчишко-то было так себе, говнецо, оно и стоило там недорого. И с водой, соответственно, закупалось. При этом, у этого вина была очень интересная особенность. Оно по каким-то причинам долго хранилось. Но это еще даже полбеды. Дальше начинается самая интересная часть истории. Нам, кстати, наверное, нужно начинать открывать. Да, ну же прям, ну надо. А где у нас тут ярлычок? Мы же изначально, давай перед тем, как открывать, надо сказать в двух словах про бутылку. Да? Хочу про нее говорить. А бутылка, на самом деле, у нас портвейны в такие бутылки фактически разливает. Это самая простая, самая примитивная бутылка. Никаких выебонов, никаких выштамповок. Это все просто. Это базовый напиток, чтобы ты понимал. Это база. Базовый классический португальский напиток. Очень простая этикетка, простая бутылка. Все максимально просто. Единственный такой выебон. Можем применить такое слово. Здесь на бутылке написано 600. Типа 600 лет уже этому напитку. На самом деле, этому напитку не 600 лет, а этому классу напитков, да, что-то около того, но тоже пиздят. Потому что, если вино начало путешествовать где-то в 16 веке, значит, ему здесь по-хорошему где-то 400. Но для маркетинга лучше написать все-таки поболее, да? Самое интересное, бутылка у нас, во-первых, 0,75, стандартный объем для вина. Алкоголь 19%, подчеркиваю, 19%. Виноград 100% тинта негра. При этом урожай с 17 года, а разлита в бутылке в 20-м году. Значит, 3 года эта штучка где-то отсосовалась. Но давай не будем далеко забегать вперед. Я не могу найти язычок у этого бухла, бухла. Ладно, нож бармена нам всегда поможет. Да? Странно, но язычка реально нет. Кстати, для тех, кто не в курсе, вот эта этикетка, она португальская. Вот именно вот эта часть. И она там номер партии и подтверждение, что это типа там Португалия, Португалия, все дела. Хотя мне кажется, вот такую этикеточку-то поделать, как ни хер делать. Но это уже так, я придираюсь. Да. Но не очень-то и хотелось. Так. У нас получается вот такая красивая история. Короче говоря, эта венчишка ввозили аж в новый свет. Примерно, ну, скажем так, путешествие занимало в среднем где-то там 3 месяца ориентировочно. Обычно вина при долгой транспортировке в те времена и при этом в херовых условиях портились. А это говно, он прекрасный напиток, не портился. Он, напомню, был кислый и не очень-то вкусный. Но не портится, это важно. При этом вторая особенность. Вино стояло в бочках. Бочки могли там складировать даже на палубе или там в трюме. Сам факт в том, что, как ты понимаешь, когда корабли херачат там где-то в районе экватора, кораблики нагревались до 40-50, а может даже 60 градусов. Вино еще и перегревалось. Что, опять же, для классических вин это просто смерть. Перегрей вино, и оно сдохнет. Но и это еще не все. После того, как друзья-мореходы приплывали в порты, выгружали это вино, его наливали в большие стеклянные емкости, в котором мы хранили, причем также на жаре. И получилась ситуация, что этот напиток был максимально стрессирован. И он становился вкуснее. Обычное вино бы сдохло, а это становилось вкуснее, изысканнее. Народ стал от этого дела тащиться. И, кстати, местные виноделы, такие мореходы, виноделы, херово поймешь кто, сделали такое интересное наблюдение. Такие, вот мы типа три месяца херачим через экватор, и вино получается вкусным. А что сделать, если увеличить этот срок? И там два раза пересечь экватор. И сделали следующую историю. Погружали бочки с Мадерой в трюмы в качестве балласта. И катались с этим балластом в Индию и обратно. Что примерно занимало шесть месяцев. Они увеличили срок в два раза, и, о, удивительный момент, вино становится еще вкуснее. И тогда уже местные виноделы такие, «Хм, есть ли с этим, с сортом винограда, можно делать с вином такие интересные эксперименты? А давай-ка попробуем это сделать искусственно». И был придуман способ модерации вин. А всем модераторам посвящается. Способ модерации. И искусственный способ получения вот этого напитка. Как ты понимаешь, эту бутылку через океан, туда-сюда, никто. Так, на два с половиной. Восемь. У нас вроде десять. Почему десятибальные? Это на десятибальные перевешло. Так у нас их была всегда десятибальная. Ну, пробка. А, пробка. Пробка. Короче, давай так. Ну, пук. Четверка. По десятибальной системе? Согласен, четверка. Зафиксировали. Пук на четверку. Пук так себе, слабенький. Сейчас, как ты понимаешь, это бухлишко никто не катает. Его изготавливают особо извратным способом. Ну, давай-ка все-таки мы попробуем. Слушай, я представляю тут, как наши алкаши ходят. Вот они с портьев. Эту херачи-то избу. А ведь португальские алкаши делают то же самое. Вот, прям в бабки не ходи. Это же крепленный вино. Девятнадцать градусов. Девятнадцать градусов, Карл. Пахнет вкусно. Мне, как человеку, в вине, не разбирающимся для вина, это очень много, да? Одиннадцать, двенадцать. На самом деле, может быть, даже и побольше. Там минимально семнадцать. Но здесь крепость не от того, что что-то там делали. Я от технологий, я сейчас расскажу. Окей, давай. Давай сначала прям понюхаем. У нас сегодня очень ангажированный выпуск. Я просто люблю этот напиток. Не конкретно прям вот этого производителя, просто Мадеру я очень сильно люблю. И давай засунем первый нос туда. Вид, цвет вообще коньячный. Мы сейчас перед разгоном пили метаксус с ребятами. чтобы язык быстрее шевелился. Вот она цвета точно такого же. И здесь, и здесь такой насыщенный янтарный цвет. Красота. Причем темный янтарного цвета. Или как это вот? Смола такая, да? Густая смола. Больше похоже на винный, а метакса была светлее. Тут я протестую. Я знаю, ты там ни хера это запах не чувствуешь, но здесь первым делом выползают сухофрукты. Прям курага, инжир, изюмчик. Ой. И еще здесь есть такая особенность, такая нотка определенная. Она пахнет морем. Или, если ты не можешь вспомнить так на память запах моря, возьми бинты и капни на них йода. О, бинты с йодом. Там есть. Прекрасные нотки. Замечательные. Ну и всякого там еще барахла, да куча вообще там кто-то орехи, какие-то меды чувствуют и прочая всякая ерунда. Это на самом деле сухофрукты. Вот они там. Все остальное не имеет даже значения. Это сухофрукты с йодом. Таким, с капелькой йода. Вот так и зафиксировали. Запах, надеюсь, ты себе представил. Очень хочется глотнуть. А что я, блядь, хочется глотнуть. Прекрасно. На чем мы остановились? На производстве. А, да. В современном мире Мадеру изготавливают достаточно, ну, уже известным способом. Он не является секретным. Сначала там пытались что-то секретить, но сам факт. Сначала, как обычно, виноград собрали, отделили там что-то от чего-то, взяли кожицу и сок, засунули бродить, то бишь подавили. Раньше, напоминаю, давили ногами. Тоже считалось типа тру-методом. Сейчас, конечно, ногами не давят. Сейчас давят прессами. Вино начинает бродить. Бродит оно от чего-то двух-трех дней, 48 часов, это два дня, да? От двух дней до примерно двух-трех недель. И в зависимости от типа производства, например, вот этот считается, что он бродит два дня всего. И именно в этот момент, через два дня, в вино добавляют спиртяги. Точнее говоря, винного дистиллята. Виноградного дистиллята, сорян оговорился. Виноградный дистиллят, чтобы ты понял, ну просто виноградный спирт. Сейчас там считается какой-то там супер качественный, там то ли 95, то ли 98 процентный. Раньше просто, как ты опять же понимаешь, бухали просто коньячный спирт. Туда. Для чего это делается? Две вещи достигаются. Во-первых, дрожжи не успевают переработать сахара, которые были в этом винограде. И напиток остается сладким. Поэтому чем дольше он бродил, тем меньше сахара в нем сохраняется. Тем он становится суше. Но этот бродил недолго, поэтому здесь достаточно много сахара. Ну а второй, как ты понимаешь, достаточно все просто. Добавление спирта в вино делает, во-первых, вино стабильным. Оно уже перестает как-то там бродить и так далее. Все это дело останавливается. Мы понимаем. Вино становится крепким. Все зашибись. Можно заливать в бочки. И вот здесь начинается сама такая магия. Там опять же тоже два способа. Первый способ. Какое-то вот это умное название, я его не выговорю. Это значит, что в большие нержавеющие емкости заливает вот этот зафиксированный винный напиток и начинает его нагревать. Причем нагревать его не равноверно, а вот такими вот циклическими прогревами. Там до 45-50 градусов. Иными словами, они постоянно нагревают вот этот винный напиток. Ну, это, конечно, не варят, но там происходит какая-то очень странная химическая реакция. Для обычного вина это было бы смерть. Для этого вкус становится богаче. После того, как оно три месяца варилось, венчишка разливается. Погодите, ребята, чего я сижу-то один? Алло, я что-то так увлекся, сорян. Немножко сексизма, как обычно. Век, как не на этом канале. Да? А, кстати, для тех, кто не в курсе. Вот это бокал для Хереса. Он идеально подходит и для Мадеры. Но на Руси с давних времен вот в таких рюмочках тоже очень любят употреблять крепленые вина. Ключевое слово крепленые. Поэтому ребятам сегодня перепали такие олдовые бокальчики. На всякий случай предупреждения они охуенно дорогие. Там приданная жене нежненькая. Теперь будет еще вкуснее. Забирайте. Ну и что, за здоровье, Тони? За здоровье, Тони. Поправляйте, дорогой. Красота. Так вот. Про вкус мы чуть попозже расскажем. Мы остановились о том, что после того, как проварили венчишко, его разливают в дубовые бочки и в этих бочках выдерживают не менее двух лет. Прикол еще в том, что эти бочки не убирают в погреба. Их оставляют на улице или в подогреваемых помещениях. По факту они окисляют еще это вино. Ну, по сути, старят. И уже после там вот этих пару лет выдержки упаковывают там или разливают по бутылкам и привозят всяким варварам типа нас или вообще по миру распределяют. или убирают в погреба и еще выдерживают. Кстати, особенность Мадеры считается, чем дольше она выдерживается, тем вкуснее она становится. Не знаю, не проверял, потому что, честно говоря, кроме базовых Мадер, я других не пробовал. Что-то прям такие вот высоких сортов, там, пафстный, нету. С другой стороны, не очень-то и хотелось. Будем пить дешню. И коли уж мы здесь пьем дешню, стоит в двух словах сказать про вкус. Во-первых, здесь чувствуется кислота. Она прям кислинка. Вот прям кислинка. Прям такая кайфовая. Как сладкий лимон или как кислый апельсин. Но нету цитрусовых ноток. Я про ощущения. При этом на языке остается послевкусие инжира. Даже вот или кураги или инжира. Вот я все время не могу понять, что-то вот из этого. Пьется это очень легко, потому что напиток не очень маслянистый. Хотя, казалось бы, так над ним изгалялись, но он очень легкий и питкий. И это тоже одна из особенностей Мадеры. И с ним нужно быть осторожным. Он слишком легко пьется. Но об этом мы чуть-чуть попозже поговорим про похмелье. Вообще, его рекомендуют пить охлажденным. Но мне нравится комнатная температура. Вот ничего не могу с собой поделать. Охлажденный. Не знаю нахера. Мне нравится в таком виде. И несмотря на то, что он достаточно кислый, в нем все равно присутствует хорошая сладость после вкуса. Во рту нет кислоты. Там есть приятный, кисло-сладкий вкус. На Мозеле Мадеры это из тех прекрасных видов напитка, который сам по себе очень сбалансирован. Что скажете? Ну, по вкусу да, изюм. То есть, это очень похоже на Метаксу, но в ней нет вот этой крепости. То есть, когда ты выпьешь, то есть, когда ты выпьешь, то есть, сравнивать с Метаксой, это, блядь, сравнивать. Вот так получилось. Мы еще с вами Марсалу потом попробуем. Не сегодня, но попробуем Марсалу. Там еще будет прикольнее штучки. Что, кому не добавить бокальчик? Я, ребят, я не могу пить по одной рюмочке этот напиток, поэтому сразу говорю. Ребята пока распробуют еще молодые. 19 градусов. И это кайф. Про градус мы сейчас поговорим. Давай, вернемся назад. Мы что там говорили, что его выдерживают не менее двух лет и разливают по бутылкам и отправляют. Либо есть второй, вот такой пафосный название. Способ изготовления по сути не шибко отличается от первого. Там просто не варят вино, а в бочках выставляют прямо на солнце и проваривают на солнышке. У меня типа давай так, второй способ используется для изготовления что-то 10% всей Мадеры, поэтому этот способ насрать. Мы говорим про классический способ. Что касается виноградов. В принципе 80% всей Мадеры делается из как раз винограда тинта негра. Я как понимаю это не тот сорт, который приехал там с Греции, но видимо он по каким-то своим свойствам очень совпадает вот с тем прародителем так сказать. если ты знаешь информацию поточнее напиши мне пожалуйста в комментариях будет интересно почитать. Потому что инфы на русском языке не так уж и много про вот этот прекрасный напиток. И далее. В чем мы с технологией разобрались. Где? По определению это крепленное вино над которым качественно изгалялись с душой с хорошим качественным подходом как любят португальцы. Про портвейн мы снимали выпуск? Не уверен. Давай так. Если вот мы снимали выпуск про портвейны они будут здесь. Хотя очень странно чтобы я не снимал в выпуске про портвейны потому что мне очень нравится этот напиток. Наравне так же как с Хересом. Херес мы снимали вот эту с королевой. И про портвейны я обязательно тоже расскажу и я даже больше того скажу. Я нашел крепленное вино красное которое производится у нас в Крыму и по мне оно круче португальского аналога и даже дешевле по цене. Опять же это вот мы доснимем все это обязательно и интересные истории я тоже буду рассказывать. Поэтому не забывай подписываться там вваливать лайк, колокольчик все дела и будем с тобой чаще встречаться и рассказывать какие-то интересные истории. Я тебе рассказываю с видоса ты мне пишешь в комментариях. Кость тебе добавить? Колдосах у Сталина мрак бокала. Тим ты бухать странно как-то собираешься у него племянница родилась а он скромче Дмитрий у нас любитель егермейстера он больше по травам. Давай так ладно фиг с тобой золотая рыбка это ты сам это твоя племянница твои достижения звучит максимально пошло. у нас тост будет за то чтобы ты был бдительный всегда и не покупал никогда автомобили в компании Рольф там к сожалению практикуют наебывание покупателей где-то по мелочи где-то не по мелочи я не буду здесь задаваться в вопросе вот в этом выпуске я это подробно освещал просто зависим Рольф говно машин там не покупаем окей алюминий ях о чем чокаемся то как это а ну в принципе да почему нет как хорошие английские бабушки что хочется еще рассказать такого интересного про модеру ну во первых там с чем пить нет ну во первых с чем это употреблять в каком виде это мы сейчас с тобой разберем тут хочется еще накинуть один интересный факт как ты понимаешь что там с модерой много всяких интересных фактов благо дело напиток который в принципе уже не одно столетие существует в мире у него есть огромное количество поклонников и в отличие от Хереса который любят английские бабушки Мадеру очень любят американцы как бы это не удивительно некий такой персонаж Джордж Вашингтон когда толкал свою речь за независимость даже не знаю от кого и кому от британской короны вообще-то за независимость он поднимал как раз бокал с Мадерой и там есть еще какой-то старейший клуб там где можно Мадеру попробовать каких-то дичайших годов и это дико популярный напиток в Америке к сожалению у нас он недооценен по мне очень зазря во-первых ее прекрасно попивать просто так так без никто вот Михаил Михайлович он же Михаил Михайлович да надо все беспокоиться Михаил Михайлович не беспокойся я перед выпуском специально покушал но этот напиток я не хотел ни с чем смешивать да Михаил Михайлович мы это не засняли так что пруф не будет похуй сухие сорта которые менее сахаристые такие тоже есть их офигенно выпивать в начале как аперитивчик а ладно и это тоже можно выпивать в начале перед трапезой как аперитивчик потом мы берем трапезу любую нормальную рабочую крестьянскую еду кайфовую без выпендрежек жареная курочка карту бля у меня же слюна там какая-нибудь паста карбонара не знаю там салатик с майонезиком вот все что ты берешь вот это все к столу мы набираем мы это все дело вкусненько потребляем и запиваем этим напитком идет перфектово с любым для застолья идеально подходит и когда застолье закончилось есть более выдержанные пафосные дорогие сорта это не этот случай но и это тоже можно мы делаем себе кофеечку с десертиком и используем этот напиток это прекрасный компаньон для всего собственно говоря застолья кайф и удовольствие и напоминаю да его прекрасно попивать просто так очень легенький за счет вот этой вот легкой кислинки и за счет отсутствия маслянистости очень легко пролетает оставляет приятное послевкусие кайф сразу накинул такую штуку что гурманам которые любят распробовать какие-нибудь особо тонкие блюда например какой-нибудь аромат креветок что-нибудь там не очень ярко выражены тонкие нюансы вот туда модера не надо оно перебьет все нахер и ты не почувствуешь вот этих тонких элементов модера это все-таки напиток рабоче-крестьянский он попроще и при этом он очень вкусный вообще изначально считается что напиток три топора портвель наш советский был придуман когда Хрущев по-моему или Брежнев но кто-то из этих двоих попробовал портвель португальский но скорее всего он наверное попробовал вот это потому что вот это вот к трем топорам качественным поближе и у этого напитка как ты понимаешь есть определенный нюанс во-первых сколько мы вывесили по деньгам это стоит во-первых текущий момент я покупал где-то там неделю назад по акции в метре в метро метро ну короче говоря вот эту большом ритейлере что-то чуть меньше двух тысяч мы сейчас гуглили или искали цена где-то в районе двух двух трехсот как ты понимаешь для протежка дороговато вообще по-хорошему его цена такая ну вот так вот между нами девочками мальчиками должна быть где-то в районе косаря это было бы полностью оправданно но сейчас определенный нюанс кстати раньше так и стоило сейчас определенный нюанс с поставками логистика бла-бла-бла все дела поэтому чуть-чуть подорожало но когда этот напиток стоил в диапазоне там 800-900 рублей это это прям был вин сейчас цена стала кусовато именно поэтому при выставлении финального балла этому напитку я его буду снижать потому что сейчас на данный момент ценник такой кусочий второй минус этого напитка кроме цены в текущей ситуации надеемся все поправить все будет хорошо у этого напитка дичайшее похмелье перепивать его категорически нельзя бутылка модера выпитая двумя мужиками в 80-90 килограммов в полном расцвете лет приводят к дичайшему похмелью к концу бутылки даже утро ждать не надо похмелье начнется очень быстро я не знаю с чем с этим связано обилием танинов веществ того что она не добродила скорее всего из-за всего плюс там дичайшее количество химических элементов которые в малых дозах реально полезны вообще вот мы о пользе алкоголя вот здесь с тобой разговаривали но при этом переизбыток это яд его пить много нельзя категорически да казалось бы я говорил что это прекрасно идет и как аперитив и во время трапезы и после трапезы но по-хорошему это одна рюмка вторая рюмка третья рюмка а не один бокал второй бокал и в говно то бишь дрова и вот это вот название модера которое напоминает тебе называется как дрова или лес очень пророческое бухать этим напитком это реально уйти в дрова причем похмелье у него достаточно жестокое и жесткое и жестокое кстати тут у нас на выбор появилось три темы о чем снимать кроме алкоголя могу зависеть три темы если интересно можешь написать в комментариях как ты думаешь первое мифа о том от чего нельзя захмелеть или там средства чтобы не пьянеть второе условно назовем их так пять самых диких коктейлей которые я пил и третий действенные методы борьбы с похмелем если тебе интересно какой из этих выпусков сделать в первую очередь пиши в комментариях и давай мы будем больше с тобой вводить интерактива мы будем тебя потихонечку готовить к интересным штукам но об этом не будем пока слишком рано говорить поэтому давай чуть-чуть интерактива присоединяйся пиши это интересно в конце концов дорогой мой это общение не только нас ребятами узким кругом это общение и с тобой мы здесь все сидим в теплой душевной компании и для теплой душевной компании бутылочка модера как минимум на четверых пятерых шестерых будет идеально для двоих жестковато для одного дрова гарантированно поэтому по соотношению цены качества текущей цены качества в пробках пятибалльной системе 5 баллов 5 пробок 10 вежливых лосей теперь перейдем к пробочному сбору года два назад я бы поставил модеры в принципе по соотношению цены качества прям хорошую качественную четверочку сейчас с величайшим прискорбием должен сказать что эта цена что эта оценка должна быть ниже 3,5 прям вот сердце кровью обливается безумно нравится этот напиток но не слишком дружественный ценник становится когда он был недорогой я даже не 4 выставил а 4,5 и вот сейчас за счет ценника убираю как раз одну пробочку 3,5 пробочки мы этому напитку ставим что нужно с ним сделать во-первых никому никогда не дарить это та штука которую берут с собой просто в гости пришел с бутылочкой к старым буржбанам старой знакомой старый молодой знакомой вот должен должен ли быть такой напиток в баре обязательно если у тебя нету там например хереса или портвейна или марсалы хотя нет марсалу пока уберем я о ней еще не рассказывал портвейн если я не рассказывал я обязуюсь рассказать потому что это класс напитка который бля я безумно люблю но если у тебя нет никаких крепленых вир это прекрасное начало чтобы с ними начать знакомиться начало чтобы начать это прекрасный повод чтобы начать знакомиться с крепленными винами при этом обязательно налей своей бабушке ей понравится вот бабки не ходи в смысле бабки заходи и наливай вот точно понравится потому что все бабушки любят текины они не такие сладкие как любят наши бабушки но здесь есть кайф и ей можешь на закусочку бабушки предложить кураги кайф или изюмчику и линжирчику да вот что-то это может предложить будет вообще прям бомбел а еще чуть не забыл модера офигенно идет с сырами но сыры не должны быть утончены они должны быть какие-нибудь вонючие какой-то там дарблю вот этот пармезан выдержанный которым носками воняет вот это все красота это прям кайф они вместе прям прям как имя у меня же там холодильнике есть дарблю ну сейчас ребята уйдут и так себе и нарежу а зачем нужно обязательно сказать спасибо вот этим замечательным людям которые помогают нам приобретать обозреваемые напитки иными словами участвуют создание контента да ты все правильно понял это про донат ты можешь поддержать наш канал донатом чтобы мы снимали больше интересного контента я в каком-то из выпусков не помню даже к сумму завешивал что если вот мы там наберем столько-то в донатах мы начнем выпускать по два выпуска в неделю и это просто связано с тем что что мне как раз хватит денег на вторую пищу не хватит второго монтажера на третьего монтажера нет у вас не монтажер нет нет дим погоди 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 первый второй у нас еще половинка есть полинка болит но он тебя оператором считает просто у нас два с половиной монтажер на третьего с половиной монтажера нам как раз хватит чтобы все это дело монтировать это даже вопрос не в бухле просто мы не успеваем столько монтировать ну ладно я что-то улегся со всем этим делом категорически рекомендую попробовать что-то подобное предложат гостях пробуй обязательно это интересно и еще вот этим замечательным девушкам которых я по-прежнему не вижу в подписчиках но которые палятся в комментариях особенно под выпуском не помню которым был условно говоря там 15 или там 20 комментариев половина девушки а напоминаю на канале их меньше процента как это получается и я хер узнает короче девчонки вам этот напиток нужно попробовать обязательно он очень интересный с ним нужно быть чуть-чуть осторожным но он реально очень интересный и я еще могу дать такую наколку его очень кайфово вот вечером хочется что-то сладенького что-то такого вредник что-то такого противника вот такой вот прям вот сухофруктин к как ты понимаешь он полезненько для сердечка там и вот чуть-чуть вот этого дела и больше уже ничего не надо и никаких плюшек на ночь не наживешься можно сказать почти диетический напиток не дай бог узнают мои тренера хочу рекомендую в качестве диетических напитков из-за тонических я даже сказал ну да ладно девчонкам рекомендую тоже как минимум ознакомиться поэтому за 7 теперь точно господа обнял девчонки люблю целую пью за вас чуть не забыл давай давно встречи еще одно наблюдение чуть не забыл у этого напитка есть офигенное свойство вот мы его только что сейчас учитель ощутили ну короче говоря мы там 200 грамм чуть меньше чуть больше выпили на троих и из-за того что пьешь маленькими глоточками плюс 19 градусов вот прям накрывает тепло и мягко прям очень кайфово вот прям очень хорошо разливается тепло по телу при этом спиртозности в нем нет кф нет ни кф помнишь похмелье жесточайший чё как вкусненько да прям зашло димки чё-то не очень или ты смакуешь такой сладенький сочненький как как попа любимая женщина или любимого мужчины если вы женщина он будет это монтировать до блядим беремонтирует и